Здравствуйте, Тену. Мы очень благодарим вас за то, что вы дали разрешение взять у вас интервью и увидеть несколько минут своего свободного времени, для того, чтобы ответить на несколько вопросов для сайта по изменению сайта о янём сознания. Спасибо, Женя. Я очень рад делать попытку что-то внятное сказать. Получится, мне придает дело. Интервью несколько спонтанно записывается. Ну, пожалуй, в той тематике, которой мы занимаемся, спонтанность играет очень большую роль. И первый вопрос, если возможно, задать это. Какую роль играет изменение состояния сознания в вашей текущей работе? В работе, так как я работаю профессионально как пенетик, разве что при необходимости выдвигать какие-то гипотезы, объясняющие получаемые результаты. Там действительно есть некоторые моменты, письма трансперсональные, хотя на них обращают редкое внимание. Например, несколько раз, когда в голову приходило верное, как потом выяснилось, решение, было некая опережающая волна. То есть сначала я понял, что я понял, а уже потом пришла некоторая конкретная формулировка того, что я понял. То есть, как будто пришла вот такая упаковка с картиной, и уже не я упаковку, я почувствовал, вот тут та картина, которая мне нужна. Потом нужно было распаковывать, и потом была видна сама картина. Товольно забавное явление, но за мной в Арсене все там выручались, отличное. В Международном трансперсональном конгрессе, который проходил в Москве, доктор Стэнли Криптнер говорил о так называемых трансформирующих трансперсональных переживаниях. В связи с этим вопрос, какие трансформирующие трансперсональные переживания Вы могли бы выделить своей жизнью, которые могли бы повлиять на Вашу карьеру и на этот внутренний путь? Их есть у меня, но их трудно действительно привести за разумное время, так как каждое такое событие вырастает из некоего контекста. А если обрубить все корни, которые вы к нему вели, то само событие покажется худцем и не совсем понятно, отчего такой шум. Но для меня, может быть, я мог бы несколько таких историй вспомнить. Первая история, когда я дружил с неким молодым командистом, который потом стал известным писателем и новым командистом, но я был еще весьма рациональным человеком, и даже читая мистическую литературу, я это все понимал в несколько деревянно-модельном варианте, а не в той жизни, которую мистический опыт на самом деле имел. В частности, я абсолютно не понимал, что такое, когда во всевозможных мистических моментах, когда человек владеет духом. Что это такое? И знает какую-то формулировку, чтобы вызвать духами, а потом дух выполняет некую работу. Вот эту замечательную глупость я имел в уголовье. И как-то во сне я беседовал все с тем же каббалистом. И он мне передал некую секретную формулу для того, чтобы вызвать и починить силы духа. И хотите мерьте, хотите нет, я абсолютно не представлял, что это такое. И был крайне удивлен. Но в момент, когда я выяснил, что едва я это произнес, я взлетел на совсем другой энергетический уровень. Я был уже не я. Это было некое энергетическое чудовище с невероятными силами. Где отделить духа от меня было невозможно. Это был некий урок, полученный в особом сознании. Конечно, коварный дух мне подсказал способ вызвать еще более могучего духа, что я и сделал. И тут меня пробило, как изолятор молнией. Это было тоже сильное переживание. Это уже на тему опасностей таких экспериментов. Это раз одна история. Вторая история, которая может быть имеет смысл рассказывать, это, когда я упражнялся по линии открытия третьего глаза и добился сильного оживления сновидений. Они стали крайне яркими, крайне цветными, крайне значительными для меня. И немножко эти переживания уже выползали на реальность тоже. Что было довольно малоприятно. Потому что их так быстро, когда это начинается наяву, неконтролируемо, то их не очень-то удается гнать обратно. Ну вот с таким скудным багажом за душой я как-то на боксе у старой дельницы во время Иванова дня увидел две растущие близко друг от друга березы и у меня возникла некая такая романтическая идея о том, что с ними связана какая-то мистическая красивая история. в таких очень больших кавычках, но не так дальше, как я потом понял. Ну и что я немножко умел, это делал попытку включить свое особое зрение, но и включил. И то, что последовало, это то, что я открыл себе такому абсолютно первобытному ужасу и человечным действиям, которые происходили как в моем воображении, так и одновременно в реальном мире. в результате меня чуть не вышвырнуло в такую довольно глубокую пропасть, полную острых камней каким-то чудом. Я туда не свалился, и вот такой романтической мистики это очень хорошо излечило меня. Я почувствовал, что то, что имеется в природе в этих местах, это ужасно не похоже на то, что я понимал и знал. Спасибо.